Слава Украине! Привет всем от Полонского! Добрый вечер, ребята! Шикарные новости пришли только что из Германии. Германия уже поставила в Украину новый пакет военной помощи. Предыдущий был сразу перед Новым годом, за пару дней до Нового года. Не помню, какого числа, но в самом конце декабря. И вот у нас сегодня кое-что, 4 января. Мы видим, немцы поставляют следующий пакет вооружений. Таким образом, респект! Ну что тут скажешь? Молодцы, молодцы, раздуплились. Бессловно от души, да. Так вот, этот пакет в достаточной степени революционный. Из-за одной очень интересной вещи, которая нам никогда раньше не поставлялась. Пришла система ПВО Skynex. Это, как вам объяснить, это пушка 35-мм. Это, я вам скажу так, это пушка, размещенная на грузовике. Ну, аналог, будем говорить, танка, хотел сказать, противопожарного. Танка ПВО Гепард, да. Аналог Гепарда, но это новое поколение. На порядок более действенное, на порядок более эффективное. Ну, Гепард это старая разработка. При всем уважении к ней это конец 70-х, начало 80-х. А Skynex это разработка 2022 года. То есть, это вообще нуляк и, по-моему, ни в одной армии мира они еще на вооружении вообще не стоят. То есть, первый образец приехал к нам. Я, честно говоря, не знаю, он один или их два. Немцы скромно не указывают. Но, в прошлом году, вот в конце осени, когда они писали, сами же немцы писали в прессе, о том, что вот это Rain Metal поставит нам первые вот эти установки Skynex. Они говорили о том, что их будет две. Сколько их сейчас, я вам не скажу. Но, не исключено, что их две. Для чего они предназначены прежде всего? Это крылатые ракеты и это раи беспилотников. То есть, ну, они снимают очень быстро. Это полностью автоматизированная система, полностью автоматом работающая с радиолокационной станцией, способная вести целую кучу целей. Дальность поражения 4 километра. Это система ближнего боя. Ну, такая же, как Гепард. Но на порядок более эффективная, чем Гепард. Хотя Гепарды, мы видим, прекрасно справляются с любой угрозой с воздуха. Будто крылатая ракета, ну, авиация не приходилась, потому что авиация не подлетает. Авиацию, понятно, что сняли бы. Либо это беспилотники российские. Вот, так что Skynex, это как, будем говорить, Гепард, но на максималках. Это супер. Такие вещи, еще раз говорю, эта установка первый раз зашла в Украину вообще и вообще в мире. Все. Кстати, не исключено, что она будет, я не говорю этого точно, но не исключено, что она будет, кстати, возможно, охранять строящийся завод компании Rain Metal в Украине. Когда русские сказали, что мы его, мол, разбомбим, немцы сказали, ну, попробуйте, что там, ребята, давайте. Бомбаните, попробуйте. Так что, не исключено и такое. Дальше. Две радиолокационные станции ТРМЛ, 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 4Д. Десять бронемашин Мардер, ну, это аналог Брэдли американского, чуть не сказал Бентли, если бы. Да, боеприпасы к танкам Леопард 2А6. Теперь вот очень важные вещи тоже. Неуказанное количество ракет для ЗРК и РИСТЭ. Это очень важно, потому что это первое. Это то, что сшивает со стопроцентной вероятностью крылатые ракеты. Ну, по беспилотнике тоже, но жалко. По-моему, они по беспилотникам не работают, хотя я не буду говорить. Вот. ИЛИСТЭ, ракеты. Ракеты к ЗРК Патриот. Вот это супер. 9 080 боеприпасов калибра 155 мм. Две тяжелые машины для разминирования ВИСЕНТ. Это на основе танков разминирования. Один танк-мостоукладчик Бибер. 3350 боевых касок. 30 систем обнаружения дронов. Ну, это постоянно нужно. 10 наземных смотровых РЛС Г-01. 10 грузовиков Зетрос. Это Мерседесы полноприводные. Чем-то похожи на 66-й газон. Только в 30 раз лучше, понятное дело. Дальше. Три танковых тягача. 8х8 колесная формула. Это маны и полуприцеп. 34 других транспортных засоба. Понимаете, как хотите. 305 штурмовых винтовок МК-556. 750 тысяч патронов. 1152 зимние маскировочные сети. Вот такой вот пакет от Германии. Напомню, что предыдущий был буквально несколько дней назад. Так что, ну, постоянно приходят. Тут немцам просто-напросто респект. И расистам теперь будет гораздо сложнее оминать нашу противоповитренную оборону. Потому что, извините меня, Skynex обойти очень сложно. Все будет Украина.